Даро, дружище! Первая часть Torchlight была моим Diablo-заменителем в детстве, более ярким и красочным. В её создании участвовали разработчики Diablo и Diablo 2, понимающие, как создать Diabloid. В игре есть три класса – Воин, Лучница и Алхимик, каждый из которых не то чтобы славится разнообразием, но всё равно давал попробовать ощутить на себе разные стили игры. Развитие, понятное дело, не бесконечное, очков навыков постоянно не хватает, а сбросить их вообще нельзя. Потому так важно было с головой подойти к выбору пути развития, иначе придётся начинать игру по новой. Ещё одна прикольная штука, которая касается первого Torchlight и второго – это слава. В привычном плане, повышая уровень, ты получаешь очки навыков, а с помощью славы ты получаешь дополнительные очки навыков для прокачки своих скиллов. Слава получается за счёт того, что ты убиваешь более сильных мобов, что в свою очередь мотивирует, даже пропуская маленьких, останавливаться на больших ребятах. Крутой и новой частью механик для меня шпингалета были рыбалка и питомец. Рыбалка позволяла вылавливать рыбу, или даже часть шмота. Рыба, в свою очередь, была кормом для питомца, которая превращала в какого-нибудь моба, чтобы сделать питомца ещё более грозным. Питомца сильно одевать не приходится, там всего пару предметов нужно. Также можно отметить отдельный инвентарь, в котором можно хранить вещи, пока у самого перебор по ним, или же отправлять питомца в город, чтобы он продал лишний лут и принёс деньги. Вот это прям крутая штука, которая позволяла не отрываться от фарма и двигаться дальше, пока рутину делают за нас. Ещё питомец умеет в заклинаниях. По мере прохождения игры падают и появляются в магазинах всё больше свитков с бафами, призывами мобов и атакующими заклинаниями. У персонажа под них 4 слота, у питомца 2. С их помощью можно дополнять уже имеющиеся билды, а пользу от моба делать ещё более значительной. Наверное, основная доля усилений для нашего шмота и оружия идёт через ингрустирование. За всю игру нам выпадут просто тонны всяких камней, с практически любыми свойствами. В зависимости от того, куда поставим, шмот или оружие, баф будет меняться. Та же механика есть в Diablo 3. Поначалу польза несущественная, но чем выше сложность и чем дальше продвинешься, тем сильнее ощущается буст от правильно подобранных камней. Также есть порталы для фарма. Практически с самого старта у вендора продаются свитки с порталами в локации определённого левела. В них можно отвлечься от продвижения по сюжету или по бочек и просто рыскать в свежегенерированной локации, помесить мобов, прокачаться или налутать что-то поновее. И конечно же, куда без местных алчных гоблинов. Портальный зверь. Убив тушку, попадаем в портал, зачистив который, получим опыт и какой-нибудь лут. Награда вроде неплохая, но учитывая дешевизну свитков с порталами для фарма, я нередко просто забивал на портального и шёл дальше. Потому что в нём нет ничего уникального, просто бесплатный заход в инстанс вместо трат свитков. После сюжета нас ждёт подземелье, которое можно перепроходить постоянно, но мне показалось это с сомнительным удовольствием, ибо разнообразия не хватает. Понятное дело, рандомная генерёшка локации остаётся, но это не решает проблему слабого разнообразия. Что же касается самого сюжета, он есть. Наверное, странно о нём думать, ведь в большинстве своём в Диаблоидах сюжет пролетает мимо. Всё внимание на фарме, но, тем не менее, он тут не безнадёжен и погружает базово в мир игры. Выход Torchlight 2 был очень радостным событием. Так как получили не просто продолжение истории, но и графен получше, геймплей дотюнили, появились новые классы, что уже не похоже на предыдущие, и самое главное, ветки развития стали более разнообразными. Чего капец как не хватало в первой части. Ещё здорово, что теперь прокачка скиллов ещё больше поощряется. То есть, раньше ты просто с каждым разом получал буст к статам. Больше дамаг, увеличивалось продолжительность и так далее. Теперь скилл усиливается сверху, добавляя ещё больше волн, ещё больше радиус атаки и прочее. Такое-никакое, но приятное оправдание вливания большего количества очков. Наконец-то ввели сброс скиллов. Если в первой части сбросить не мог ничего и приходилось смириться с ошибками молодости, то тут можно откатить последние три очка. Выглядит, конечно, сомнительно, потому что когда обычно понимаешь, что билд запоран, эти три очка тебе не помогут. Но если в моменте решил попробовать пару новых скиллов, или потом понял, что сделал ошибку, ты можешь как раз тебе пару очков откатить обратно и вливать их туда, куда тебе нужно. По классам есть инженер, довольно приятный класс, из которого можно получить полноценного самонера, тусующегося с роботами. Либо бойца ближнего боя с большим таким ключом, или уйти вообще в пушку. Эмберлинг — это уже маг. В отличие от алхимика из первой части, в которой там это было помесь и потовода, и какого-то мага, то тут Эмберлинг — это полноценный маг, который может пойти в разные стихии — в огонь, в лёд или электричество. Берсерк — ну, это как бы альтернатива типичному воину. Если сравнивать с первой частью, это что-то среднее между воином и лучницей. Потому что в предыдущей части лучница была такой, типа помесью роги и лучницы, то есть ты мог либо на дистанцию идти, атаковать там пистолеты, луки и так далее, либо пойти в какие-нибудь даггеры и биться в ближнем бою. А воин — чисто либо более танковая история, либо как раз обычный воин-дамагер. Здесь Берсерк как раз стал днячатый средним. Плюс он может ориентироваться как на дамаг, так и призывать всяких теней, но в довольно небольшом количестве. Скиталец — ну, это уже максимально близкий, наверное, класс к лучнику из предыдущей части. Те же пистолеты, луки, чистый дамаг, но также можно уйти как раз в саму нерскую часть, призывая всякую теневую нечисть. Также в игре появилась ульта. Используя определенные скиллы, мы копим количество энергии для ульты. Ульта копится, активируется, после чего автоматически позволяет усилить наши скиллы. Сама по себе фишка интересная и полезная, но у этой механики есть один большой минус, что не все скиллы копят эту ульту. Соответственно, в зависимости от его билда, ульта может быть вообще не использована. Не то чтобы это ощущается критичным, но все же хочется, чтобы если фишка заявлена, то она использовалась всеми, вне зависимости от того, какую ветку ты выбираешь. Портальные звери все так же бегают. Рыбалка осталась, но теперь можно заниматься браконьерством, взрывая рыбные места динамитом, получая за раз все заходы, которые ты мог бы совершить поодиночке. Удобная штука, если спешишь, или не хочешь просто прям рыбачить стоять. А рыбалка для бонусов нужна. Прокачали питомца. Теперь можно не два, как раньше, а сразу четыре заклинания на нем ставить. Также бегает обратно в магаз, но теперь можно составить ему список покупок. Какие-то свиски купить, банки с хп и маной, что дает фармить, не отрываясь от процесса. Контент после сюжета стал поинтереснее. Тут у нас стопка карт порталов. У каждой карты есть свои бафы для тебя. И бафы для мобов. Как и в первой части, локация генерится случайно. А за счет выбора свойств, можно подразнообразить фармсетов и легендарок. Все еще, конечно, не Диабло 3, но хоть какую-то реиграбельность получили, чего в первой части скорее не было. Ну или просто для меня процесс игры не вовлекал настолько, чтобы продолжать. И вот, спустя 8 лет затишья, выходит Torchlight 3. Ну или Torchlight Frontiers. Я этот момент как-то упустил, но когда наткнулся на нее, радости были полные штаны. Продолжение же и классы очень интересные. Но ожидания, мягко говоря, не оправдались. Если вкратце, главная проблема, что это не Torchlight. Так вышло, что в 2017 году студия разработчиков RUNIC закрылась, и после появилась новая Extra. Вместо третьей части команда создала Torchlight Frontiers, упрощенная версия Torchlight 2 в формате MMORPG и Free2Play. Издавал эту игру Perfect World, и команда Extra по итогу решила бахнуть ценник к игре в 20 долларов. Где-то я читал, что это было сделано из-за того, что команда боялась провала, и так решила подстраховаться. Не совсем понял, как это влияет на подстраховку, и как изменение бесплатной игры на платную вообще обезопасит их бюджет, но вот так вот. Ну и, видимо, чтобы как-то сгладить углы, и надавить, может, на ностальгию, переименовали в Torchlight 3. Похвалить игру могу только за классы. Ну или точнее за один класс, рельсмастер. Как по мне, очень крутая идея сделать потовода, чьим питомцем будет поезд. Проводник Геннадий одобряет. Ну, еще, наверное, автоматона. Можно приплести, но... Но скорее с визуальной точки зрения он интересен. По большому счету, это просто воин в скине робота. Еще есть маг, который может играть через тьму или свет. Также рога, который может в дальний бой ближний или самонить. Потом, недалеко до закрытия, появился новый класс. Пират. Такой призрачный чувак, который может самонить скелетов, всякие корабли пускать с пушками. Перс забавный. Персонажи в целом могли бы получиться интересными, так как есть хорошая база. Но проблема в том, что развитие в игре чуть ли не меньше, чем в первой части. У всех персонажей есть всего две ветки. Да, потом добавили как бы третью для всех. Имея в виду введение реликвий. Всего их пять видов. Рог, рассчитан на яд с амон пауков и подходит для игры с посохом. Кровопийца. Физ урон, кровотечение, вампиризм и норм идеи использовать его с мечом. Холодное сердце. Лед, контроль и защита и в самый раз для ружья или пистолетов. Электрод, бомбимый электричеством, хорошо сочетается с палицей, помогает быстрее бегать и кастовать. Пылающий разрушитель. Огонь. Аое урон и хороший выбор для игры с двуручным оружием. Выбирается на стадии создания персонажа. И перевыбора нет, только создавать по новой перса. Идея прикольная, помогает разнообразить геймплей персонажей универсальными решениями. Но как по мне, этого все еще мало. Особенно после того, как поиграл во вторую часть. Ну и как бы надо учитывать, что очков не то чтобы много. Прокачка левела не столь большая. И по большому счету, ты более-менее только две ветки из трех выкачаешь. И то не совсем хорошо. Но опять же, все зависит конечно от билда. Развитие персонажа стало слишком упрощенным и линейным. Весь игровой интерфейс и визуал игры буквально кричат. Я родилась под мобилку, но в итоге оказалась на ПК. Я не против мобилок. Тот же Genshin Impact и Honkai Star Rail доказали, что мобилка может быть безумно классно проработанной игрой, в которой будешь играть на разных платформах и получать удовольствие, потому что везде она будет ощущаться, как игра с ПК. Питомцы остались также с историей отдельного инвентаря и продажи содержимого. Но у них убрали одевания и возможность ставить на них заклинания. Теперь не дают бафы и в зависимости от выбора питомца у всех есть свой баф. Еще питомцы стали частью коллекционирования. То есть, убивая боссов, открывается сундук с рандомным питомцем. Забираешь к себе и потом можешь любого перевыбрать, смотря какой тебе баф надо. С прокачкой появятся уже три ячейки под бафы, ибо изначально только один баф можно юзать. Для меня все это очередное упрощение, которое вообще не на пользу. И да, легендарные ячейки. Теперь выпавшие легендарки можно не только натянуть на себя, но и автоматически в нашу базу знаний сохраняются их бафы. По мере прокачки откроешь три ячейки, в которые можно впихнуть бафы от разных легендарок. Привет, Куб Канай из Диабло. Только тут все автоматом получаешь, как бы Куб Канай у тебя в кармане. Видимо, также насмотревшись на Диабло 3, в игре появились разные виды банок с ХП. Ну, а банки с маной и ее аналогами вообще вышли из игры. Банки ХП могут просто хилить, хилить хуже, но начинать дефить от тока или могут схилить плюс снимать отравление. Карта в игре превратилась в какую-то кальку из Raid Shadow of Legends, отчего у меня знатно пригорало всю игру. Ввели Форд. Это типа хаб, где можешь перевести дух, построить какие-нибудь кузницы, стройки для сброса навыков или просто заниматься декором локации. Максимально куцая история, неинтересная и особой пользы я вообще не почувствовал. Непонятно, зачем вообще на нее тратить силы, учитывая, что реализация максимально обрезана, а выхлоп минимальный. Да, понятное дело, можно поставить стойки, чтобы потом сбрасывать навыки, но как бы... Есть, конечно, еще алтариф. Добывая ресурсы, ты вкладываешь их туда, и у тебя появляется какие-нибудь там чуть больше золота, чтобы повышались резисты против каких-нибудь стихий, но как бы прибавки не серьезные. Рыбалки, кстати, в игре больше нет. А вот это я не прощу, потому что это была отличительная фишка игры, и в итоге питомца обрезали, рыбалку убрали и как бы такое. Что же касается локаций, тут я прям выпал. Чуть ли не больше половины локаций с боссом и одинаковые. Буквально. Бежишь такой через какие-то новые пещеры или леса и попадаешь опять в ту же самую локацию пещерную. Прям буквально такую же. Просто там теперь другой босс. Или еще веселее, такой же босс просто другого цвета. Алтура жуткая. Еще есть что-то вроде контрактов. Похоже это на боевой пропуск. Только тут он бесплатный. Есть разные виды. На получение декора, всяких рецептов и так далее. Для меня эта часть контента вообще не ощущалась нужной. Ну, есть и есть. Наверное, стоило еще обсудить Torchlight and Fight, но в итоге пришел к выводу, что обойду ее стороной. Это чистая мобилка, но, честно признаюсь, очень добротно сшитая, в которую на всех платформах играть приятно, и вариации развития там огромное количество. Это, конечно, не пои, но что-то напоминающее ее. Сюжет там не завершен, и постоянно что-то новое выкатывают, что не даст рассказать финальный расклад. Добротный проект, но, опять же, это не Torchlight. В этом обзоре хочется поговорить все-таки именно о Torchlight. Что ж, теперь, когда окунул тебя в эту серию, предлагаю перебраться к сюжету всех трех частей. И, как обычно, далее куча спойлеров. Сюжет Torchlight. Путешествие начинается с истории алхимика. Эмбер, сущность магии, краеугольный камень искусства алхимика. Для таких, как я, Torchlight — это светило, место силы, самый огромный тайник, который только можно было найти. И я не слышал о тех бедах, что тревожили это место. Придя туда, я растерялся. Зло, скопившееся там, поглотило меня, и я никогда не смогу вырваться из него. Шахты черны, и зло, таящееся там, невозможно описать. Сила там, за гранью воображения, но ее цена может оказаться слишком велика. Ухода в шахты мы столкнулись с бойней. Местные войны отражали волны врагов и явно не справлялись. Сил обессилела, а Бринка готов ринуться дальше, положив конец злу, что таится в шахтах. Сил позвал мастер Олрик на помощь, и теперь понятно, почему дело было столь срочным. Сил попросил у нас, алхимика, догнать Бринка и помочь ему. Заметки мастера Олрика. Прибыв в Torchlight, я начал исследование тоннелей. Здешние шахты обширны и заполнены эмбером. Я никогда не видел столь богатые рудники. Шахтеры добывали руду, не обращая внимания на мои предупреждения, но я не виню их, потому что тоже не могу сопротивляться особо эмбера. Он поедает меня изнутри, порча пронизывает до мозга костей. Теперь я чувствую, как нечто поднимается из глубины и течет по жилам. Чтобы очистить себя от этого зла, я должен найти источник. Углубившись в шахты, догнали Бринка и отправились за демоном, что атаковал на мосту. Настигнув, рядом возник Олрик, который и звал сил к себе на помощь. Дед явно не выпил таблетки, изменился и превратил Бринка в чудовище, которое пришлось прибить. Затем прибыла сил и увидев происходящее, опешила, так как ей было сложно поверить, что совершил злодеяние собственный мастер. Да и напарник погиб из-за нее, так как ловушка предназначалась для нее. Порча этого места потрясла разум Олрика и страшно представить, насколько она мощна. Более того, порча затронула нас и если не найдем способ ее остановить, то превратимся тоже в какое-нибудь чудовище, как это было с Бринком. Собственно, что имеем? Зараженный Эмбер сливается с нашей плотью и меняет ее. Правда, процесс идет медленно. В склепе сохранились знания, которые могут помочь. Надзиратель экспериментировал с методами очистки от Эмбера, и мы можем использовать эти знания, чтобы очиститься от порчи. Заметки мастера Олрика Шахтеры все продолжают рыть тоннели вглубь земли, невзирая на найденные гробницы. Когда они наконец проложат путь вниз, я надеюсь, они будут достаточно умны, чтобы сбежать, разрушив тоннели позади. Недаром это место было изолировано. Здешние существа питаются не жизнью, а той же самой темной энергии, которая течет через вены Эмбера. Очистить ее невозможно. Бессмертие всегда находилось вне нашей досягаемости. И я был дураком, когда думал иначе. А вот и Надзиратель, победив которого, добрались до записей. Он напоминает о поисках кузницы Эмбера в дворфийской крепости, глубоко под горой. Полагал, что это поможет очистить от заражения его пробудившихся предков. Кузница Эмбера звучит многообещающе, так что, двигаемся к ней, вариантов все равно нет. Заметки мастера Олрика. Красота этих затонувших садов до сих пор сияет, несмотря на прошедшее время. Почему же они превратились в руины? Могла ли эта неизвестная сила, которая пронизывает меня, быть ответственной за это разрушение много столетий назад? Мысль, что эта зараза может быть такой древней, расстраивает. Но, если она поглотит меня, я должен уйти настолько глубоко, чтобы потом не сбежать и не причинить вреда. Надежда все еще есть. Глупо, но я цепляюсь за нее. Двинувшись глубже, очутились в Эстерии. Некогда потерянные развалины. Поиску этого места посвящено целое учение, к которому и следовало сил. Чтобы пробраться дальше, нужно открыть рунные врата. Удалось открыть только три, а доступ четвертым закрыт. Очевидно, так сделали эстерианцы в целях безопасности. Надо добыть отсутствующие глифы, тогда откроются последние врата. Собрав все глифы воедино, нам открылись четвертые врата. Пробираясь все глубже, начали возникать землетрясения. Если они не прекратятся, то это уничтожит город и завалит тоннели. Срочно нужно найти источник и уничтожить его. Ведь все это не просто так, нас явно пытаются замедлить. Заметки мастера Олрика. Местная вода льется с руин и пропадает в неизвестности. Шахты, как будто потеряны во времени. Чем глубже спускаюсь, тем сильнее меняется эмбер. Цвета сначала скрытные, затем все более мерцающие и блестящие. Зрелище очаровывает меня, так же, как когда я был еще молод. Даже зов эмбера здесь не имеет такой силы. Мой эксперимент, возможно, станет успешным, если использовать эмбер из более глубоких шахт, ближе к источнику. Думаю, я так извлеку намного больше пользы. По пути к источнику землетрясения нам повстречался Олрик. Говорит, ждал нас и не понял, как можно сопротивляться зову Олдерка. В любом случае, наше превращение скоро будет завершено. Затем свалил, а нас оставил разбираться с колосом эмбера. Источник землетрясения все ближе, как и кузница эмбера. Но осталось последнее препятствие. В записках надзирателя говорится о древней крепости, что наполнено гоблинами, которые и помешали ему добраться до кузницы. Заметки мастера Олдерка. Приспешники Ордерка напали на крепость. Его сила проникала сквозь эмбер и склонила других на свою сторону. Сражаться приходилось совсем вокруг. Но я ведь понимаю, что все это из-за зова эмбера. Он говорит со мной через лабиринты, и я не могу заставить себя не слушать его. Несмотря на огромную силу, Ордерок не может оставить источник своего бессмертия. Его сущность скитается по всем лабиринтам без особой цели. Такая сила могла изменить мир вокруг нас, если бы только была бы выпущена наружу. А вот и кузница эмбера. Сил прочла в записи надзирателя, как управлять кузницей. С ее же помощью можно будет очистить нас от заражения. Но не тут-то было, приперся Олрик, который утащил сил с собой к своему новому хозяину. А мы так и остались зараженными. Что ж, пошли догонять заметки мастера Олрика. Меня согревало его присутствие. Зов эмбера лишь тень истинной славы Ордерока. Теперь я понимаю, что у меня только одно желание. Служить ему и показать эту силу всему миру. Годы моих исследований ничто по сравнению с прожитыми в эмбере веками Ордерока. Но тем не менее, мои знания иногда превосходят его. Дух Ордерока наполняет эмбер, но он не может быть направлен немного дальше, принося его голос в мир. Сил увидит твой потенциал, и вместе мы освободим Ордерока из этой горы. Королевства будут склоняться перед нами, ослепленные сиянием нашего могущества. Освободив сил, она рассказала, что учитель Олрик полностью поглощен силой Ордерока. Все ужасные чудища вокруг это отражение его сердца, его темный дух течет по их венам. Теперь учитель Олрик создает темный эмбер. Он привел сил, чтобы она помогла ему. Она так бы и сделала, ибо уже слышит, как голос Ордерока зовет ее. Мы должны уничтожить их. Добрались, победили Олрика, но тот не стал умирать, убежал, в итоге отдал свою душу, для того, чтобы Ордерок ожил. Чумовой, конечно, был динозавр, но пора умирать. Вот и все. Главный злодей повержен, а алхимик остается тут. Ведь только представь, сила всего Эмбера теперь в наших руках. Сюжет Торчлайт 2. И вновь мы у той самой шахты, с которой начиналась первая часть. Оттуда опять рвется какая-то нечисть, а сил с отрядом воинов поджидает ее. И вышел оттуда чернокнижник, облаченный в броню и с сердцем Ордерока, заключенным в посох. Пока сила отбивалась от него, на помощь прибежал Громила, герой из первой части, но который не мог особо помочь, так как сил в итоге убили, а Громиле только и оставалось, что убежать. Торчлайт уничтожен. Надо двигаться к соседям и предупредить о надвигающейся угрозе. Рядом находится эстерийский анклав, до которого отправимся сами, так как Громила больше двигаться не может. В анклаве нас встретил великий регент Элдрейн, но опоздали с предупреждением, чернокнижник уже тут побывал и ушел. Столкнувшись с ним, многие эстерийцы получили ранения, а некоторые заболели непонятной болезнью. Отхватив, чернокнижник направился на юг к храмовым степям, и вскоре прибыла командир Вейл, которая бросилась за ним в погоню. Она считает, что чернокнижник идет в храм Веллспринга, чтобы добраться до Стража Воды. Оказавшись у Стража Воды, там встретили Вейл. Это, кстати, лучница из первой части. Страж говорит, что чернокнижник жаждет очиститься от Скверны, и это его довело до безумия. Он разрушил Торчлайт, потратив на это всю силу сердца Ордрака, а чтобы ее восполнить, выкачал силу из Стража. Если сердце наполнится силой всех Стражей, этого хватит уничтожить весь Эмберит. Следовательно, пока чернокнижник не напал на следующего Стража, нам нужно его догнать и остановить. Дела наши совсем плохи. Болезнь распространяется по Северным землям, куда отправился Великий Регент. Болезнь поражает всех, в ком есть магия, кроме обычных людей. Если он уже добрался до Вотчвила, то по-любому ради безопасности запрет ворота. В общем, надо догнать Регента до того, как тот войдет в храм. Иначе заболеет и умрет. В храме, как ты понимаешь, болезнь уже повсюду. Ну а Регент, чудище поганая, с тонной тентаклей. Победив его, явился Страж Пустошей, которого освободили, не дав стать таким же порабощенным, как Регент. Но, все же да, мы опоздали. Чернокнижник у этого Стража тоже силы уже отнял. Теперь наш путь идет к следующему Стражу, в Зерефеш. Там нас встретил Страж Воздуха. Говорит, Чернокнижник собирает сторонников, и за ним последовал Страж Маны, прямиком в забытые кладовые, которые охраняет Сфинкс. В общем, надо спасти Стража Маны. В итоге вновь опоздали, Чернокнижник уже поработил Стража Маны, и возможно, нам придется его только убить. Хотя, все-таки есть шанс выжить, с помощью местного Джина. Выполнив просьбы Джина, чары, наложенные на Стража, спали, и поэтому теперь можем освободить его, не убивая. После освобождения Стража, Чернокнижник, по идее, должен был двинуться на Стража Воздуха, который находится в самом городе. Но, видимо, планы поменялись, и он свалил к заводной Серцевине. Обретенная сила Чернокнижника позволяет разрушить барьер между нашим миром и владением Минитеримов, и сюда хлынут орды монстров. Таки настигнув Чернокнижника, одолеваем его. Но это еще не все, так как заводная Серцевина совсем ослабла, демоны все больше проникали в наш мир, потому на огонек зашел еще лорд Нитеримов. Победили, поместили Сердце Одрака в Серцевину, ну и как уже стало понятно, заводная Серцевина все больше ослабевала и Нитеримы проникали в наш мир. Они грамотно прятались, выживая подходящего момента. Момента, когда явится избранный, что уничтожит заводную Серцевину и откроет портал между мирами. Но, как понимаешь, мы малину попортили. А главным злодеем, Чернокнижником, оказался Алхимик, тот самый, за которого мы играли в первой части. И вот это хороший момент, так как вторая часть не забыла про первую, и фраза Алхимика, если пройти за него первую часть, что теперь вся сила Эмбера в его руках, и что он останется изучить ее на подольше, очевидно привела к тому, что случилось и с Олриком из первой части. Очередной Алхимик, чьими помыслами двигало желание исследования и обретения большей мощи, обернулось против него, сделав очередной марионеткой. Да, для игрока, который не играл в первую часть, все эти твисты с персонажами, вот эти вот введения воина из первой части, как одного из NPC введения лучницы, да, опять же, как одного из NPC и главного злодея, опять же, Алхимика, ни о чем не говорит. Но это прикольные флешбеки вызывает у тех, кто играл в первую часть. Сюжет Torchlight 3. Тут предупреждаю заранее, дальше буду много и часто бомбить. Сюжет этой части буквально сборник плохих практик. Оттого у меня знатно подгорало, и как бы я не пытался все сгладить, быть более объективным, размышлять над тем, может быть, я мало погрузился в проект, все равно выруливал в то, что ощущал боль. Так что вот, я предупредил, пошли к сюжету. Мы пират, который приплыл куда-то на корабле. Выбрав класс и животину, ступаем на сушу и попадаем в самый разгар нападения на форт. Ситуация странная, так как с местными гоблинами был союз на долгие годы, и чего они напали, непонятно. Напнули боссу болтуну, освободили форт, нас похвалили и отправили отнести мечи падших героев на кладбище. Почему мы, с чего вообще, почему это находится в сюжетной ветке, я не понял. Как побочка бы ладно, но сюжетная часть, как бы и такое. Разобравшись с вопросом о покойных, отправляемся решать вопросы живых и больных, собирая лекарства. Впоследствии нас отправляют по этому квесту в какое-то логово, где натыкаемся на здоровенного Нетерима. Для меня, как игравшего в первую и вторую часть Нетеримы, ничего нового не представляют. Мы ведь их и раньше видели, но сам факт появления странен, ведь во второй части, вроде как прикрыли лавочку, и появляться они не должны. На что и сам генерал говорит, что нам, наверное, показалось, мало ли чего в темноте можно было увидеть. Но другая барыня, что случайно наш разговор подслушала, нам верит. Так что надо собрать доказательства, шкуры, кости, черепа Нетеримов. Пока собирали, натолкнулись на три сестры демона, которому Каза дает какая-то тучка. Как потом уже узнаем, это так называемая их мать. Притащив доказательства, генерал поверила. А дальше знаете что? Да, пофиг, с Нетеримами потом разберемся. У меня тут несколько солдат пропало, иди найди. А вот как найдешь, тогда уже в полном составе обсудим план. Простите, но я не могу бомбить, потому что это очень топорно. Почему так ММОРПГшна в самом плохом смысле этого слова? Это сюжет, главная арка, и он состоит из сборника, кучи побочных заданий, которые вдруг решили сделать обязательными. Почему нельзя было просто взять и сказать, окей, доказал, Нетеримы реально существуют, ты нам не наврал. Погнали на поиски. Заодно, мимоходом давай забежим в какой-нибудь там лагерь, и прихватим с собой отряд на подмогу. Потом бы оказалось, что отряд пропал, и так бы мы свернули бы на то, чтобы их найти, например. Но нет, нас вступую постоянно скидывают стрельц главной задачи на какие-то второстепенные. И еще, ладно бы эти солдаты нам реально как-то пригодились. Ну, или это было просто побочное задание. Но это будет первая и последняя встреча с ними, что еще больше теряет смысл, как часть сюжета. Поэтому у меня и горит, потому что в сюжете, как я считаю, не должно быть второстепенных заданий. Вся суть сюжета, сюжетных заданий, в том, что когда ты их проходишь, они так или иначе должны влиять на сюжет. Так бы в теории, если бы была возможность его не делать, ничего бы не поменялось. Оттого и непонятно, зачем оно находится в сюжете. В пещере их нашли, освободили, прибили босса, и нас опять откидывают от основного сюжета, сказав, мол, гоблины буянят, какую-то там машину смерти нашу нашли и активируют, надо им помешать. Смертельное оружие, очередной босс в виде робота. Нахлобучили ему и затем вернулись к генералу. Похвалило, и надо решить вопрос заключенным, заставить его сотрудничать. Крысеныш, конечно же, согласен, просит список каких-то предметов пригнать и тогда сдаст секреты нитеримов. Притащив все ингредиенты, на нас вытаращилась генерал. Оказалось, принесли заключенному все, что нужно для изготовления бомбы. В итоге Шпинглет рассказал, что нитеримы скоро нападут на форт с помощью большого зверя, крепкого бивня, которого и надо прибить. Бивня не стало, теперь можно идти на нового босса, но проход к нему защищен каким-то темным барьером, из-за которого нужно опять делать какую-то по бочку, чтобы пойти дальше. А вот и первая из сестер. Неприятная лучница, но благо тут хоть какие-то механики новые были, потому что до этого все боссы, ну, плюс-минус одинаковые. Были, конечно, разные, но все-таки к боссу хотя бы хоть немного дозаморочились. Забавный момент в пользу казуального тупника. Обычно в таких играх смерть на боссе означает, что тебе придется его по новой перепроходить, но не тут. Здесь зачем-то решили сделать так, что после смерти хп босса не восстанавливается, оно остается на прежнем уровне снесенного ранее хп. Может, я душный, конечно, но кажется, это окончательно нивелирует какую-то сложность и попытки сохранять осторожность в бою, проявляя скилл. Ибо зачем оно, когда можно в тупую затыкивать и все равно после смерти продолжить с того, на чем закончил. И это не очень хорошо. Не очень хорошо, потому что это влияет на твой игровой опыт. Хоть я и сам не люблю больших сложностей в играх, но тем не менее я понимаю, что должна быть сложность хотя бы хоть какая-то, которая будет тебе давать ощущение некого испытания в адекватной форме, чтобы ты после победы понимал такой «Блин, да, я проделал хорошую работу, я показал свой скилл, я молодец». А тут как бы это ощущение просто сводится на ноль, потому что неважно, какой у тебя скилл, и в любом случае победишь. Это не вопрос уже скилла. Тут смерть вообще теряет важность, а соответственно и само прохождение босса теряет ощущение победы. Вернувшись к генералу, собрались к исследователю, который поможет узнать, что задумала мать. Ну, то самое темное облако, что наших трех сестер боссов курировала в катсценах. И да, разумеется, исследователь потерялся, нужно его найти. Нашли деда в какой-то пещере, которого паук сцапал, освободили, и да, все, что может предложить, что видел несколько нитеримов, и как бы все. Но тут, конечно, есть проблема поважнее, раевики, а то они стали много колоний делать, и по-любому в этом замешаны нитеримы. Почему? Да потому что аргументов никаких не будет. Просто чувак такой. Ну, вот есть одна проблема, вот есть другая проблема, про которую ты говоришь, но они по-любому взаимосвязаны. В итоге, вот, опять, вся игра состоит из этого максимально дурацкого примера. Идешь по сюжету, тебе говорят, да, сейчас пойдем, но перед этим давай займемся чем-то левым, а уже потом будем двигаться по сюжету. Далее, дали короткую катсцену, где одна из сестер повлияла на рост босса раевика. Но видимо, чтобы хоть как-то оправдать, почему исследователь решил так, что раевики с нитеримами взаимосвязаны, потому что пока это звучало просто как очередная затычка сюжетная. Зовут ту сестру садиста. Она где-то в столице раевиков. Путь туда заграждает миазма, миазма может нас отравить, поэтому идем к ведунью, что поможет все это преодолеть. Что будет дальше? Правильно, очередной тупой якорь, потому что помогут только если найдем ее потерявшихся альпак. Ну, я, честно, я уже не знаю. Просто опять, ну, нельзя, нельзя в сюжетной ветке почти перед каждым поинтом отправлять в абсолютно бессвязное место с сюжетом. Это безумно ломает тон и темп повествования. Это портит все впечатления от происходящего и каждый раз хочется уже скипнуть игру, потому что это походит на издевательство. Ладно, сделать это раз, сделать два, но из этого вся игра состоит. И мне сложно не бомбить. Животных спасли, потом узнали, что в столице раевиков преграждает путь огромный барьер, пустотный, который можно будет пробить с помощью рога огромного раевика, что слоняется рядом. А вот и садиста. Прибили ее, а последняя третья сестра Верис свалилась с сердцем пустоты творить непотребное. Что за сердце пустоты? Зачем? Для чего? Ну, ты бойся и лети в горы Эхонок. Перебив кучу боссов на пути, встретили Кенника. Он нам уже на какие-то астральные двери указывает и говорит, что не важно, где он все это время был. Я сначала не понял, почему с нами общается этот чувак, как будто мы за него переживали, как будто мы знаем, кто это и так далее. И мое ощущение было не напрасным, потому что это оказалось потом тот самый дед, которого мы вроде как встретили только в самом начале игры, слезая с корабля всего один раз. И все. Больше его в игре никогда не было видно, насколько я помню. Потому этот сюжетный поворот я даже комментировать не могу, потому что иначе я буду просто полчаса бомбить. А потом был сюжетный вброс, с которого я просто проорался. Двигаясь за очередным боссом, выпала кат-сцена, где этот дед Кенник внезапно оказался предателем. Вообще пофиг. Абсолют ли. Сразу вспоминая обзор бэткомедии на Защитники, где внезапно оказалось, что этот главный генерал-командир или кто он там был у этих героев, которого показали всего один раз в начале на несколько секунд, вдруг в конце оказался предателем. А вообще до балды. Непонятно, зачем и для чего эта кат-сцена, что она меняет, почему я должен удивиться. Ведь у меня нету с ним взаимосвязи. Этот НПС, вот этот вот дед Кенник, он появился просто в самом начале на выходе из корабля, просто эпизодически, говорит, беги там в городе, капец, беги. Потом ты встречаешь его ближе к концу, он там оказывается предателем, ты такой, ну, хорошо. То есть это, это максимально странная ситуация, я не понимаю. После вернулись в город к Вольфраму, обсудили, что Кенник предатель, что похитил какого-то Хиггса и нескольких горожан. А что делать, не знаю. Иди к мэру, по-любому знает. Ну, короче, в общем, сказали куда идти, ну, мы и пошли. Хиггс спасен, жители тоже, боссы убиты, а вот и уже к заводной сердцевине добежали. Той самой, которая сдерживала во второй части наш мир от мира Нитеримов. А там и катсценка ждет с третьей сестрой, которая использовала то самое сердце пустоты, дабы объединить его с сердцем Ордрака и вернуть самого Ордрака в наш мир. И поймите меня правильно, я не против воскрешения злодеев из предыдущих частей. Это не проблема. И чуть ли не единственным звеном, который связывает эту часть с прошлой. Ну и в целом, как бы эта часть особо больше предложить не может с точки зрения сюжета, не считая Нитеримов. Для примера возьмем тот же самый Диабло. Если мне не изменяет память, во второй части по Диабло мы Диабло убили. В третьей части он вновь появляется, но кроме него была еще куча других боссов, интересный сюжет, который не повторял то, что было во второй части. Ну, отчасти, но вне суть. То есть вот пример, когда была ситуация завязана на одном боссе в одной из частей, и потом ее переиграли и довольно интересно. Тут как бы этого не произошло. В итоге загубили огромный потенциал. В такие моменты все больше прихожу к тому, что проще просто не воспринимать Торч Лайт 3 как продолжение, как Торч Лайт в целом. Это больше похоже на какой-то странный скам, чтобы заменить фанатов серии, что явно не пошло никому на пользу. Ордерок повержен в сердце пустоты затянуло в мир Нитеримов вместе с последней сестрой, что пыталось его забрать обратно. И вновь в мире все теперь хорошо, ибо заводная сердцевина заработала, Нитеримы поехали к себе на хату, а мы, ну, мы получаем хай-контент, скопированный со второй части. Просто теперь у нас не карты-свитки в магазине, а красивые карточки в стиле какой-нибудь ККИ. В принципе, это все изменения. Вот такая серия получилась. Первая и вторая для меня прекрасны и по сей день. Нет-нет, но периодически я в них захожу, прохожу их и получаю удовольствие. Третья часть Странные недоразумения, в котором от серии лишь название и пару сюжетных поинтов. По большому счету, было бы, конечно, здорово, если Торч Лайт 3 назывался бы да как угодно, но только не Торч Лайт. Потому что, по большому счету, это какая-то плохая копия. Но в любом случае, я не жалею о полученном опыте. Ведь, чтобы понимать, что такое хорошо, надо сталкиваться и с тем, что такое плохо. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца и до скорой встречи, дружище.